И всем привет, ребята! Вот наша новая серия по МТРО РАЭЛЬ. Ну что, пора бы уже наконец-то нормально пофармить всю третью карту. И надеюсь, у нас это очень хорошо получится. На вами желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и, конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 74 тысячи человек, за что вам просто огромное спасибо. Ну и также бонусом в описании вы всегда можете найти все ссылки на поддержку канала. Ну и не забывайте заглядывать в новые разделы канала, ведь там произошли небольшие изменения. Ну а мы начинаем, погнали! Этот ролик я бы не записал, если бы не эти вещи, которые сейчас на мне, а купил я их в метромаркете. Это самый крупный и старейший магазин, проверенный временем и мной лично. О, а вот, кстати, и первый паренечек. Эм, серьезно? Он спрятался за дерево? Типа он только что меня заметил? Ладно. Значит, будем пробовать под стволками закидывать. В принципе, на одного паренечка у меня точно должно хватить этих гранат. Ну а дальше уже видно... О, еще и в ответ! Нормаленько! Оп! Готов! Блин, он бы хотя бы как-то за деревом шевелился. Ну либо же оббегал его по кругу, чтобы по нему дамаг не проходил от под ствола. О, а вот, кстати, и следующий парень. Я так понимаю, сейчас сразу же на бойско пойдем. Пытаться отвоевывать его. Как раз. И патронов в море. И еще рюкзачок побольше. Мне бы вот хотя бы пятый где-нибудь раздобыть, и еще прям в зону радиации вломиться. Было бы прям вообще шикарно. Он там по кому так стреляет? Как бы по боссу обычно зажимают. А боты по нему не работают. Фиг пойми, что он там делает. Серьезно? На вышке? Ладно. Я думаю, сейчас точно дамаг должен был пройти по нему. Вот прям сто процентов. Готов. И причем вообще буквально с одного, с двух попаданий. Видимо, все-таки моя посволка его не хила, так цепанула. Ну а так все. Получается, теперь побыстренько его можно и боська забрать. В принципе, пока других людей на горизонте не предвидится. Вроде как пока никто не мешает. Нет. Теперь сто процентов надо босса забирать. Потому что у него сто процентов, даже тысяча процентов, выпадет шестой рюкзак. Который мне прям вообще нужен. Прям как все вовремя в этом бою. Сначала четвертый, а потом еще и шестой. О, а вот, кстати, и люди поедут. Как раз спокойненько успею боська забрать. Ровно до того момента, когда он до меня добежит. Ну а если же, конечно, сюда пойдет. Серьезно, он еще и прячется. Готов. А вот, кстати, и сразу шестой рюкзачок. Вот это я понимаю начало боя. Вот это всегда бы еще так работало, когда заходишь без какого-то предмета из брони, а потом раз с первого же бойсика его выбиваешь. Хотя, мне кажется, это такая редкость и такое большое совпадение, что с него именно шестой рюкзак выпал. Что, мне кажется, сто процентов кто-то туда напишет, что это либо подстала, либо какая-нибудь постанова. Серьезно? Еще один паренечек. Причем, по-моему, в этот раз он меня вообще не замечает. Готов. Я, конечно, без понятия, куда он так несся. Но он же мог хотя бы меня запалить. Как минимум в том моменте, когда я спрыгнул. Еще один. Ладно. Тогда попозже долутаю его. Капец. Вот так он вылетел. Я даже не ожидал, что он именно здесь стоит. Я, конечно, слышал его шаги, но я почему-то подумал, что он с той стороны находится. Но, блин, никак не с этой. Не, ну все. Вот теперь точно можно спокойненько их всех облутывать и прямиком нестись в зону радиации. Теперь даже патронов с головой хватает. Можно будет, мне кажется, и радейку залатать, и потом еще и по боссикам пробежаться. Что, мне кажется, прям идеальный фарм будет. Поэтому погнали. А в радиации-то у нас оказывается уже кто-то есть. Одной тележки-то уже не хватает. Осталось вот только понять, где этот паренечек находится. Ну, хотя бы примерно. Он же по-любому сейчас по кому-то будет где-нибудь стрелять. Причем он даже еще и оказывается до библиотеки не дошел. Ладно. Тогда надо срочно ловить его в этом моменте. Потому что если он в библиотеку как-то поднимется, ну, оттуда будет сильно сложнее его забрать, нежели вот так. А вот, кстати, и он стоит. Готов. Только от собачек целая куча на меня загрелок. Капец. Ладно. Тогда сейчас быстренько их всех очищаем и прямиком его лутать. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот. И вот это уже другое дело. И причем заодно еще и место свободное появилось. Теперь можно спокойненько быстро тут все подлутывать и куда-нибудь по бойсикам. Потому что, по идее, в принципе, времени у нас еще целый вагон в запасе. Тем более, даже одна сторона уже залутана. Что мне кажется, неплохо так время сэкономит. Только я вот в самом конце только понял, что паренечек-то, оказывается, была всего лишь четверочка. Да он же с парой попаданий отъехал. И причем еще и даже один ящик недолутал. Чего тут устрелял? Вообще без понятия. О, и сразу чертежик. И причем, походу, я с него снял его эту самую броньку. Где у него сменцованная ткань была. Блин, вот честно, до последнего не понимаю логику вот таких вот игроков. Ну, накопи ты хотя бы на пятый бронежилет. Я не говорю уже про шестой, потому что его вообще, в принципе, без спата можно получить. Каждый понедельник. Но, блин, накопи ты на пятый. Смысл в эту четверку пихать ткань, которая стоит 300 тысяч. А четвертый сет стоит куда дешевле. Мне кажется, один-два захода на третью карту хотя бы просто по краешкам побегать. И то уже хватит на нормальную экипировку. Куда можно нормально сменцованную ткань засунуть. Но нет. Люди что-то пихают и в третьи броники, и в четвертые, и во вторые. Даже в первом один раз видел. Ладно. Им, видимо, наверное, виднее, что так правильнее играть. Ну все. Последняя собачка осталась. А вот теперь уже можно прям спокойненько бегать и лутать библиотеку. Лишь бы вот сейчас вот это вот чудо на меня не сагрилось каким-то образом. И будет прям вообще шикарно. Потому что бывает, вот спускаешься на первый этаж, и они с двух сторон тебя жмут. И пока ты смотришь на одного, на тебя агрится второй. Это, наверное, вот самые неприятные моменты, которые есть в лутайне библиотеки. Серьезно? Сразу три красных предмета? Я, конечно, много в этой игре уже успел увидеть. И много в радиации побывал. Но чтобы с одного ящика сразу три красных, это прям что-то новенькое. По идее же сейчас могло выпасть три чертежа. Точнее, три слитка золота. Это, грубо говоря, с одного ящика 600 тысяч. Не, ну неплохо. Вот такой лутецкий в радиации меня прям полностью устраивает. Блин, хотя бы еще с пары ящиков вот так же бы выпало. И все, это 100% новый рекорд был бы. Полуту из радейки. Причем я свой личный это даже побить не могу. Один в решатке удалось вынести с катки более 3,5 миллионов. И все. И пока больше я до этой цифры вообще не дотягивался. Надеюсь, хотя бы в следующем восьмом сезоне у меня это получится сделать. Потому что цель такая есть. Но почему-то пока не могу ее выполнить. Хотя в последнее время очень часто бываю в зоне радиации. О, ну все. Последние пару ящиков. А тот, который у окошка стоит даже можно не запариваться. Они все равно к нему не вылезут. Еще два чертежика. Не, ну сегодня явно хороший день по луту в радиации. Правда, вот слитков золота пока не особо так видно. Зато чертежи. С каждого второго ящика вступит. А, ну да. Он теперь еще и решил на меня за... Вот толку. Все равно я сейчас убегу. А дальше он, брасли, за мной пойдет. Серьезно, еще и бежит за мной? Ладно. Тогда начну с того края лутать все. Потому что до этой постройки он 100% никогда не добегает. Максимум на ту, где два ящика стоят. И причем он еще и забирается на нее и багуется там на крыше. И просто стоит. Не. Походу удача моя явно закончилась. По идее осталось всего три ящика. А у меня один слиток золота. Надеюсь хотя бы еще один точно выпадет. Ну по крайней мере я на это рассчитываю. Хотя такими темпами вряд ли я еще один слиток золота увижу. Теперь хотя бы бы чертежик еще один выпал что ли. А, ну да. Тут вообще сплошняком все фиолетовое. Вот так и верят ему луту из радиации. Поначалу так хорошо сыпать начало. А потом все хуже да хуже. Ну да. С предыдущего ящика хотя бы было три фиолетовых предмета. Тут вообще два. Ну ладно. Зато хотя бы времени много еще осталось. Прям спокойно можно будет и на рожок сейчас залететь. Там по-любому уже босс заспанился заново. А потом еще и по временным. Поэтому погнали. О, на месте. Только вот в этот раз у него не висит шестой рюкзак. Вообще третий всего лишь. Хотя по моим личным наблюдениям когда у босса висит третий рюкзак с большой вероятностью выпадает что-то красное именно из комплекта брони. А, ну да. Опять за старое. Опять прятаться от меня. Хотя вот сколько бы он не прятался один фиг вот такими вот способами куда безопаснее его забирать. Чем там куда-то залазить и сидеть без движения. Ну все. По идее последний магазин сейчас должен быть. Готов. И нифига он не красный. Ну ладно. Хорошо, что хоть временной босс в нормальном месте появился. Можно будет сейчас спокойненько прям до него добежать. А оттуда наверное на какую-нибудь я не знаю школу вернуться. Ну либо же прям прямиком к выходу. Если мне не повезет нигде флайер найти. А вообще как-то я прям прозевал момент когда появился первый временной босс. Я даже не помню где он был и кто его забрал. По-любому же еще есть кто-то на карте. Серьезно? У меня в упоре сидел парень а я его до последнего не замечал. Нормальненько. Нормальненько и обвесы на М-ке стоят. Не, ну вот теперь точно не зря. Всегда бы вот такие парнишки бегали с синей М-кой но с розовыми обвесами на нее. Уже грубо говоря не зря на этого босса пошел. Вот сто процентов не зря. А сас только по-быстрому его забрать ну а дальше уже видно будет. Погнали. Готов. И кстати а боссик-то розовый? Нормальненько вот это я понимаю подгон под конец каточки я в принципе уже вообще ничего не ожидал с боссов выбить и на тебе М-24 вышка и причем повезло же у того оружейного ящика что на мосту находится флайер найти теперь спокойненько по времени можно залетать на школу и там может быть и босса забрать и оттуда улететь поэтому погнали о ну ребят все лечиться побежал я уж подумал что он меня тут подольше кошмарить будет все-таки хп-то он тоже нифигово так сносит даже в шестой бронежилет ну да самый неподходящий момент МКХ просто решила сломаться в принципе все как обычно у меня же всегда все не вовремя еще и боссик синий ну ладно я хотя бы его попытался забрать могло же в принципе что-то классное выпустить ну а так все получается теперь спокойно ждем вертолетика и наконец-то уже сваливаем с этого боя погнали ну что ребят до прилета вертолетика остается уже буквально прям считанные секунды и это означает лишь одно что к сожалению на данной сирене на этом моменте и будет заканчиваться и поэтому всем тем кто досмотрел до конца просто огромное спасибо ну и конечно же не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом ну и подписчику на канал чтобы каждый день не пропускать новую серию ну а я с вами прощаюсь увидимся завтра пока ну и так же бонусом в описании вы всегда можете найти все ссылки на поддержку канала пока